Teachable Machine – отличная возможность попробовать нейросеть в действии с минимальными усилиями. По сути, это недообученная нейросеть от Google, которую вы можете дообучить под свои задачи и использовать, собственно, для решения этих задач. Первое и главное – это бесплатно. Второе, не менее главное – это не требует никаких навыков программирования, требует лишь усидчивости и умения общаться с машинами, понять, что и как они думают. Можно запустить проект с изображениями, покрывать 70% потребностей, с аудио еще 99% и распознавать позы примерно 1% потребностей. Попробуем изображение. Стандартная модель для всего, встроенная для небольших легких проектов. Сам процесс работы удивительно прост. Класс – это объект, который нужно распознать и отличить от другого объекта. Ну то есть тут нет такого, что вы можете определить есть ли на изображение объект или нет. Вы можете только сравнивать объекты. Можно загрузить заранее подготовленные фото, что предпочтительнее, или использовать веб-камеру. Давайте используем веб-камеру. Можно делать покадрово, можно удерживать кнопку и получить сразу большое количество изображений. Попробуем обучить сеть отличать, сколько пальцев ей показывают. Вот мы создали первый класс. Один палец. То есть у нас есть база данных из 93 изображений. Теперь два пальца. Еще 73 изображения. И добавим третий класс. Три пальца. Еще 130 изображений. Дальше нам остается обучить модель на основании той базы, что мы загрузили. Одиннадцать секунд. Модель готова. Проверяем. Один палец. Отлично определяет. Два пальца. Нет. Тупит. Не понимаю. Три пальца. Отлично определяет. Два. Никак. Ну что, дальше надо понять, на чем спотыкается сетка. Вот. Положение. Не совсем понятно, но что-то ее клинит на положение руки. Да, понять, что она думает, непросто. Если бы у нас была база данных с разными фотоподнятых пальцев, ну то есть, если бы она понимала, что независимо от фона, главное, что меняется, это именно количество пальцев. Она бы поняла, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Давайте попробуем чуть упростить ей задачу, чтобы она не отвлекалась на фон. Так. Номер два. Номер три. И изображений побольше. Обучаем. Проверяем. Один. Отлично. Два. Опять. Ну вот как-то так вроде видит. Три. Ну тоже лучше. Понятно, да, что выходные данные, то, что прыгает внизу, это то, сколько сетка дает процентов, что на изображении именно объект первого, второго или третьего класса. Ну в общем лучше, но не идеально. Собственно, работа Stitchable Machine — это правильная подборка базы данных с учетом того, на чем машина может споткнуться. После того, как вы обучили сеть, ее можно забрать. Тут есть несколько вариантов. Ну вот уже с использованием готового кода понятно, все не так просто. Хотя и не очень сложно. Нужна какая-то оболочка, в которой сеть заработает. Можно на питоне сделать. В любом случае это уже отдельная большая тема. Может быть, если скринкаст будет пользоваться популярностью, я сделаю продолжение. Но в целом сеть может быть доступна по ссылке общего доступа. Вы можете к ней обращаться, хотя практического применения тут нет. Чтобы она заработала в приложении или сервисе и выполняла ваши задачи, нужно встраивать ее исходный код. Иначе это два пальца она никак не может правильно определить. Но в любом случае, даже без практического применения, поиграться с нейросетью интересно. Попытайтесь научить ее распознавать количество пальцев и поймете, сколько труда стоит обучить сетку Миджонни. Ссылка на скринкаст по Миджонни в описании, кто не видел. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.